всем привет с вами про геймер в этом видеоролике я расскажу вам как пользоваться довольно таки одним очень интересным приложение называется но и с файл менеджер а также отмечу что-то предложение доступно совершенно бесплатно на платформу google play или же appstore и а на платформе google play это приложение имеет вот такую вот статистику статистика довольно таки хорошую на каждого приложение и все подобное но он также в начале видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал ведь меня смотрят больше всего турии без подписки подпишитесь мне будет очень приятно также не забудьте поставить лайк и написать комментарий но мы начинаем сам видос так приходит приложение нас открывается вот такой вот интерфейс интерфейс довольно-таки несложно разобраться в нем проще простого для начала хотел бы вам рассказать про вот эти все вкладочки эти вкладочки можно как и обновлять так и открывать то есть как мы видим у нас есть даже наша история то есть в принципе довольно таки все просто есть плюс что на русском языке все не надо напрягаться с переводом далее мы когда я открываю все эти раздела мы вот видим уже такой вот интерфейс у нас есть такого даже как от то есть емкость нашей внутренней системы хранения у всех она одна и та же то есть основная память так скажем далее местные то есть корень именно основная папка самое главное также приложение видео музыка документы загрузки так далее то есть все что нам нужно в местных мы вот мы можем увидеть в принципе то есть нас как и на главной странице так и на второстепенном блоке тоже все мы можем до дела увидеть также мы можем поменять вот от арт стиль значок папки язык показать скрытые вот файлы именно и так далее то есть все что нам нужно в этом плане то есть далее мы уже поговорим о так скажем на других настроек этого приложений и так далее далее мы также можем увидеть что мы именно так скажем как разработчик вот именно у нас есть такая небольшая вот именно должен разработчик а то 7 на строках своего телефона у нас есть и базовые функции и функции для разработчиков то есть они находятся именно вот содержится в самом главном путье хранения то есть это папки то есть в основном где есть программы то есть для запуска для модерации так далее то есть в принципе в этом плане конечно же мы можем их контролировать можем их перемещать то есть когда перемещаете куда программу допустим базового типа ничего не случается а уже для разработка то есть допустим какой-то файл с определенным кодом то есть может что-то допустим измениться на вашем телефоне я конечно же так делать не рекомендую но да ладно то есть если те люди которые допустим что это в этом понимает то вы еще можете а который вообще в этом ничего не шарят лучше вам не рекомендуется далее что в принципе еще можно сказать по поводу этого всего дела ну вообще по сути она даже не сложно то есть тут вот этот я спроводник это можно сказать ваш файловый менеджер то есть обычный так скажем файлосодержатель то есть самый основной документ в котором содержится много самых таких тоже документов вот именно как папки ну в этом плане конечно же вы поняли да это он нужны для тех людей у кого нету так скажем своего проводника то есть в телефоне то есть именно своего файла хранителя в телефоне именно в основном его нету на подобных Nokia, то есть его не встраивают обычно, но вроде на современных модельках уже стали встраивать, но все же, допустим, кому-то нужно для распаковки каких-либо файлов, то есть в каких-либо форматах, он тоже требуется если нет, в своем проводнике, то есть встроенном юзает вот этот вот ES проводник. Далее. Хотелось бы также рассказать самые основные проблемы этого приложения, то есть при работе, когда мы с ним работаем, у нас случаются определенные проблемки, то есть как и что с этим делать, я вам сейчас расскажу. То есть первая проблема, когда у нас, что делать, если у нас вылетает с данного приложения, то есть с данного проводника. Как решить, узнаете чуть-чуть попозже. До начала я проговорю все про проблемы, то есть далее проблема, что делать, если у нас лагает, то есть мы работаем с этим приложением, оно у нас лагает, то есть что с этим делать, конечно же это все легко решается, главное только досмотреть видеоролик до самого конца. Далее, последняя проблема, что делать, если мы обнаружили в нем баг, то есть некая такая проблемка, которую никак мы не можем убрать. То есть сейчас разберемся. Для начала разберемся с проблемой, как убрать уже вот эти вот вылеты. Вылеты можно убрать достаточно просто. Они возникают из-за того, что есть какая-то несовместимость в обновлениях. То есть либо не обновлен достаточно до хорошего состояния вот этот проводник, либо же не обновлена система вашего Android-устройства. На айфонах, в принципе, таких проблем возникать не должно. То есть на айфонах вообще его особо никто не скачивает, потому что на каждой версии айфона существуют свои определенные встроенные проводники и не требуется ничего дополнительного. То есть на айфонах такая система, что распаковать в принципе ничего не нужно. Там система все это ограничивает. Ну а на андроидах уже другая система. То есть на андроид он сам по себе более уязвим. Если сравнивать их с айфоном, то есть если сравнивать его с айфоном, то он более уязвимый, слабый такой к определенным программам. И он не совсем таки совершенно, ну в общем, короче, не такой функциональный, как айфон. То есть в этом плане, конечно же, минусов у андроида больше. Также хотелось бы еще отметить, как это можно сделать. Допустим, для тех людей, кто не понял, как вообще обновить это все это дело. Систему можно обновить двумя способами. Если же у вас встроенное приложение для обновлений, то есть у вас функция обновления все это делается автоматически, то он в принципе напрягаться не нужно. А если же у вас на автоматике ничего не включено, то надо самим это все дело вручную активировать. Для этого перейдите в настройки, затем после настроек раздел о системе. Там есть такой раздел. В этом разделе ищите раздел автообновления и его уже активируйте. Там это сделать достаточно просто. То есть я вам в скринах, конечно же, это показать не могу в видеоформате тоже, потому что на каждом телефоне свой интерфейс, свои настройки, там даже право описание уже. Именно все разное. То есть в этом плане вам придется самим все это сделать. Но это несложно, сразу хочу сказать. Далее переходим ко второй проблеме, то есть как убрать лаги. Лаги возникают из-за того, что с работой данного приложения выделяется мало оперативной памяти, вследствие чего появляются лаги. То есть лаги тоже можно убрать. Для этого вам потребуется скачать приложение Апки Апклиян либо Клинмастер. На оба приложения я делал обзоры. Вы можете найти их у меня на канале. То есть отлистайте примерно 10-15 видеороликов вниз и там вы уже их найдете. Я там подробно и грамотно все рассказал, как все это делать. Но в принципе, я уверен, вы когда-либо пользовались хотя бы одним из этих приложений, потому что на платформах у них по 500 миллионов скачиваний. Я уверен, вы хоть раз ими когда-либо пользовались. Но Клинмастером точно уж наверняка вы бы пользовались хотя бы раз. Это очень годные программы именно в таких моментах, когда вас что-то лагает. То есть они конкретно в этой ситуации вам помогают. Далее. С этим мы решили. Кстати, также еще один способ для тех телефонов, у кого совсем мало памяти. То есть что сделать, если даже не тянет, допустим, какое-либо из этих приложений. Для этого есть еще, конечно же, очень козыренный способ для слабых телефонов. Вам потребуется переустановить данное приложение, переустановить данный проводник и после каждого его использования, после каждого входа, чистить в нем кэш. То есть в кэш там скапливается достаточно много. Да и вообще, кэш появляется у каждого приложения. Рекомендовано чистить, конечно же, постоянно, чтобы не загрязнять свою оперативу, мегабайты лишнюю, чтобы не уходили, не вылетали просто как ветер и всего этого прочего. С этой проблемой мы разобрались. Переходим к последней проблеме. То есть что делать, если мы обнаружили баг. Что такое баг, спросите вы. Вообще кто-то из вас даже не понимает этого слова. Баг это ошибка приложения. То есть когда разработчики пытаются внести какие-либо изменения в программу или же что-то убрать. Ну, в общем, это как, так скажем, обновляй, всякие обновления. Вот, в общем, название словом обновление. То есть они пытаются что-то обновить. Где-то допускают ошибку. Все это сказывается в виде бага. То есть баг, ошибка приложения. Запомните это. Баг убрать тоже достаточно просто. Достаточно написать в поддержку данного приложения. То есть заходите в Play Market, откуда вы его скачали, там заходите на сам вот этот проводник и уже чуть ниже от листва вы увидите такой раздел, как связь с разработчиками. То есть там будет компания, от которой это приложение, в принципе, сделали. И чуть ниже раздел связь с разработчиками. То есть вот там уже можете найти разработчика данного приложения и все уже в этом плане ему показать. То есть сделать небольшой видеофрагмент, записать в этом плане и отправить разработчикам напрямую. И в ближайшее время такую проблему они должны исправить. То есть это хоть как. Такой оборот работает. По поводу того, если вы не подумаете, что там очень много разных почт, то есть они все помечены. То есть в плане того, они отмечаются. Техподдержка, определенная поддержка для таких сообщений и так далее. То есть в этом плане все у них распределено очень грамотно. Допустим, если вы не поняли, просто напишите в комментариях, я вам там уже все дело объясню. Просто скажите мне, в чем именно у вас проблема, я вам уже объясню. В принципе, приложение довольно-таки хорошее. Минусов у него нет, а здесь можно отметить только как плюсы. Далее, хотел бы также порекомендовать вам мой второй канал, на котором я снимаю игровую тематику на данный момент. Сейчас я снимаю мобильные игры. В дальнейшем будет и компьютерные. Если вам зашла такая идея, конечно же, не забывайте подписываться. Ссылка на мой второй канал будет в описании. Ну а на этом я буду заканчивать. Спасибо всем тем людям, кто досмотрел видеоролик до самого конца. С вами был ProGamer. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok